Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, пятница, Есот Нецеха. Вообще мы помним, что мы считаем, какой-то счетомера и так далее. Мы помним, о чем разговор? Давайте я коротко очень напомню. Итак, Есот Нецеха и о сути счета мира. Бороться с недостатками окружающего мира в результате, это не должно отвращать нас от окружающих. Нельзя, чтобы конфликт стал самоцелью. Нельзя, чтобы какая-то негативная энергия по отношению к другим стала самоцелью. Внутри уверенность и гармония должны выразиться в гармонии с окружающим миром. Об этом говорят слова трактата Авод. Хорошим надо быть для неба и для творений. А что происходит сейчас? В этой недельной главе, вот прямо в которой мы читаем, повествуется о разных праздниках еврейского календаря. Упоминается также семинедельный вот этот период между вторым днем Пейсаха и праздником Шавот. Эти 49 дней освобождения из египетского рабства до получения Торы. И они известны по названию жертвы, которую приносят Омер. Тора считает, что эти дни должны быть посвящены самоанализу, работе над своим характером. Это является необходимым условием для получения Торы. Талмуд в трактате Евамот пишет следующее. Что этот период умерли от эпидемии все 24 тысячи учеников раби Акивы. Они не уважали друг друга, хотя они были великими учениками Торы, Бог осудил их очень строго. Им надо было вести себя в соответствии со своим уровнем. Почему так трудно уважать других? Как могли такие великие люди относиться плохо к друг другу? Причина этого явления одна. Неспособность человека радоваться чужому успеху или везению. Или по крайней мере относиться к этому спокойно и терпимо. Такой человек думает, что успех другого отнимает от его собственного успеха, от его законной доли. Если сосед расширил дом, это нерадостное событие, мой дом теперь выглядит меньше. Если коллега получил повышение, он оставляет меня позади. Друг нашел супругу подходящую, а как же я? Приятелю оказали почет, а я что, что никто? Это отрицательная черта характера, не позволяет человеку что делать? Проявлять уважение к другим. Он боится, что любое такое проявление умолит его собственный статус. Такой эгоистический подход лишает человекоспособности поддерживать дружеские отношения, нормальные с окружающим миром. И вот подобное случилось с учениками Раби Акиви. Несмотря на высокий уровень, каждый из них так жаждал успеха в собственном духовном самосовершенствовании, что ему не могло радоваться за других. В результате это была вот такая степень неуважения. Настолько, вы знаете, как помните, Бог говорит человеку, что тебе дать? Он говорит, только учти соседу, дам он в два раза больше. Он говорит, ну вырви мне глаз. И вот настолько вот бывает нетерпимая мысль, что сосед получит те же блага, только еще больше, что человек соглашается лишиться от счастья тела. Ну это, конечно, такая крайняя, но суть психологически такая. Наверное, каждый из нас сталкивается с подобной ситуацией. Когда мы видим, что у кого-то из наших знакомых, друзей, родных, соседей увеличивается имущество, или появляются новые возможности, их хвалят, любят, почитают. В это время в нашем сердце зарождается иногда очень некрасивая мысль. А почему это ему, а не мне? Чем я хуже? Более того, мы начинаем подсознательно написано так, желать ему убытка и неудачи. Так пишет Каббала, подсознательно. Если не мне, так пусть и не ему. Пусть я что-то потеряю, но и он. Вот эти низкие нехорошие желания коренятся в одном чувстве. В человеческой зависти. С психологической точки зрения зависть это такой дискомфорт психологический, негативная эмоция. С точки зрения религии зависть это совсем другое. Зависть это выступление человека против своего создателя, который лучше знает, что кому, как и где. Умение просто радоваться это признак душевного здоровья. А умение радоваться успехам других это уровень духовного развития человека. Вот об этом и говорится в нашей недельной главе, и об этом говорит Исот Нецеха. Перед нами шаббат. Перед нами шаббат, и я уже говорил, что важно шаббат выделять. Надо шаббат, прежде чем вы решите, не дай бог, в какой-то мере нарушить шаббат, послушайте короткую историю. Ее рассказал великий праведник Альберштам от Моррис Цана Клазенбурга, который был в концлагере. Он пишет, что однажды нас отправили расчищать отставки варшавского генда. Работа была очень тяжелая, поднимали целый день камни, 18 часов, практически никто не выживал больше недели с утра до вечера. В один из дней, когда я был посреди работы, ко мне подошел один еврей, который был стекольщиком по профессии, очень хорошим стекольщиком. У него была редкая специальность, поэтому у него была более легкая работа, он расхаживал где мог. Ну был на привилегированном таком положении. Он подошел и сказал мне на ухо, ты знаешь, я хочу присоединиться к вам и поменять свою работу. Я не понимаю, прошептал я ему в ответ, ты что хочешь покончить с собой? В качестве стекольщика ты более-менее свободен, работаешь непостоянно, а наша работа с утра до вечера без передышки, и здесь все находят свой конец. Ребе ответил он, я не хочу осверкнять шаббат и нарушать законы Торы. Но ведь и нас заставляют работать в шаббат, сказал я, верно, сказал еврей, но перетаскивать камни в шаббат, которые заставляют вас, это не запрет Торы, а запрет мудрецов. А работая стекольщиком, я вынужден разжигать огонь, а это уже запрет Торы. Сказал великий Адмор, когда я услышал этот ответ, исходящий из уст простого человека, который выбрал отказаться от своей, пусть и небольшой свободы, только чтобы не нарушить запрет Торы, я поднял глаза к небу и сказал, владыка мира, посмотри, какие у тебя дети. Сегодня, слава Богу, ситуация другая, и человек, прежде чем что-то сделать в шаббат, он должен хорошо об этом подумать. А тот, кто не может сразу, я уже говорил, если ты курил 90 сигарет в шаббат, кури 89. Брахава от слаха, хорошего шаббата, всего самого-самого лучшего. Шаббат, шалом.